Церемония принятия верительных грамот прошла в аккорде. Послы четырех государств и представители ООН вручили Нурсултану Назарбаеву официальный документ, подтверждающий их полномочия. С каждой из этих стран Казахстан связывают давние партнерские отношения, отметил в своем выступлении глава государства. Но, несмотря на это, потенциал торгово-экономического сотрудничества реализован далеко не полностью. Наиболее перспективные точки роста – сельское хозяйство и медицина, энергетика и логистика, туризм и высокие технологии. Кстати, особенностью встречи стало и то, что все дипломаты на должности послов назначаются впервые. Церемония вручения верительных грамот стала новой ступенью в вашей дипломатической карьере. Вам всем впервые предстоит руководство дипмиссии, и этот путь берет свое начало в Казахстане. Поздравляю вас с этой миссией. Надеюсь, что ответственная и авторитетная работа в Казахстане будет служить развитию двустороннего сотрудничества между нашими странами. Причем, начиная дипломаты свою деятельность в Казахстане в юбилейный год, подчеркнул глава государства, Нурсултан Назарбаев напомнил, что прошедшие 25 лет для нашей страны стали эпохой масштабных перемен. За это время была укреплена государственность, создана современная рыночная экономика. И главными характеристиками нашей страны сейчас являются надежность и ответственность в международных делах, политическая стабильность и межэтническое согласие. К слову, о многонациональности Казахстана послы знают не понаслышке. Они говорили не только о перспективах развития, но и о общем историческом прошлом. Казахстан Казахстан Казахстан